Приветствую вас, давайте будем сейчас разбираться с вами в том, что произошло. Значит, мы с женой в браке 13 лет, сын 11 лет, а последние 5 лет, ссоримся, я его не слышал, говорю, если не нравится, то разводись. Ну, здесь я, пожалуй, повторю вопрос своей коллеге, ну вот, значит, 5 лет назад с вами что-то случилось. 5 лет назад что-то произошло, что вы начали ссориться, вы перестали ее слышать, свою жену, и по сути дела говорили ей, что если что-то не нравится, да, то, соответственно, разводись. То есть, вы не слышали ее, почему вы ее не слышали? Мешало ли вам что-то ее услышать? Или, может быть, какие-то другие факторы появились? Понимаете ли вы, что по факту, именно вот, именно по факту, когда вы говорите ей так, да, то есть, когда вы говорите ей что-то не нравится, что-то, там, разводись, грубо говоря, вы ее таким образом обесцениваете, то есть, вы обесцениваете те проблемы, что между вами могут быть, вы обесцениваете ее желания, которые у нее могут быть, и по факту вы ее выставляете такой, знаете, зависимой от вас. Я не обвиняю вас в этом, я скорее хотел бы, чтобы вы увидели, как это выглядит, ведь жена вам говорит о том, что не нравится ей, а вы к ней не прислушиваетесь. Почему? Потому что не можете, а вот то, по какой причине вы не можете, вот с этим нужно разбираться, потому что очевидно, что здесь есть, ну, скажем так, некая история, которая пока еще нам неизвестна, но которую обязательно нужно вам рассказать, если вы хотите, чтобы мы вам помогли, если вы хотите, чтобы мы помогли вам сохранить вашу семью. Вот. Значит, то, что вы ссорились со своей женой, именно ссорились, вы говорите, мы ссорились. А я вас здесь немножечко, наверное, огорчу и скажу, что не вы ссорились оба, да, а вы, конкретно вы ссорились с ней по какой-то причине. И на мой взгляд, именно вот, на мой взгляд, нужно разобраться с тем, какую цель вы преследовали, когда именно вы ссорились. Чего вы хотели и, наверное, хотите до сих пор, когда, ну, ссоритесь со своей женой? Какие у вас конфликты есть, что вы ссоритесь со своей женой, а не стараетесь, например, спуститься на тормоза? Причем это только последние пять лет. До этого все было хорошо. Значит, дальше. Вы пишите, три дня назад опять сказал разводись. Для чего? Зачем сказали разводись? Она сказала ей потом на развод и родственникам сообщила. Я ее люблю. Говорил, что я изменюсь, но она не верит мне. Ну вот, Алексей, смотрите. Вы, женщине, на протяжении пять лет, ну, пока что, если я правильно понимаю, на протяжении пяти лет, вы говорите женщине, что если ей что-то не нравится, то она может разводиться с вам. Но при этом вы ее любите. То есть, согласитесь, вот здесь есть какая-то несостыковка, что ли. То есть, если вы ее любите, то вы хотите для нее счастья. Если вы ее любите, то вы ориентируетесь как бы на ее желание, на ее какие-то стремления, на ее благополучие, да? А у вас получается так, что вы говорите, я люблю, но в то же время вы ее как бы постоянно шантажируете разводом. Ну, так, по крайней мере, это выглядит. Вот, по вашему описанию. И опять же, опять же, я вас не обвиняю. Я просто хочу, чтобы вы увидели, что жена, она вам не верит не потому что это ее блажь, а потому что она действительно считает, что вы не изменитесь. И отчасти это правда. Вы решили измениться только тогда, только тогда, когда она решила от вас уйти. Когда она сообщила об этом всем, что уйдет. Тут вы решили измениться. Вот. И, конечно же, ваша жена, она понимает, что вот сейчас вы изменились, может быть, даже пока между вами все, ну, пока вы хотите, чтобы она осталась. А когда она, значит, как-то скажет вам, что хорошо, я остаюсь, например, то есть хорошо, я не уйду никуда, например, то вы тут же вернетесь обратно в то же состояние, в каком мы были. И, конечно же, она боится этого, конечно же, она не хочет этого, и, конечно же, она не верит в то, что это может произойти. Не верит, потому что видит, как вы себя ведете. Так. Эм, тогда пять лет не изменился. Ну, это вот, да. Такой довод. Потому что меняться вам нужно не для нее, а для себя. Знаете, если вы решаете что-то поменять, да, вдруг, если вдруг вы решили что-то поменять, то для себя, не для нее, не для жены. Понимаете? Понимаете? Потому что, если вы любите человека, если вы можете любить, вот, то, соответственно, как бы вам так сказать-то, если вы любите ее, то, то вы свободны. То есть, вы именно способны на свободное проявление чувств. Если вы способны на свободное проявление чувств, да, то вы можете любить. А так, вот так, как есть сейчас, это, ну, не похоже на то, что вы именно любите свою жену. Понимаете? Понимаете? Больше похоже на то, что она вам нужна. Зачем-то. Это вот куда больше похоже на это. Понимаете? И, опять же, жена, вероятно, чувствует, что она вам нужна и не хочет быть нужной вам для этого, для таких целей, как бы. То есть, ей хочется, чтобы вы воспринимали ее, как, ну, знаете, как ценность в себе. Вот. Вам хочется, то есть, ей хочется, чтобы вы воспринимали ее, как самобытную личность, а не, как необходимость для вас. Вот такая история. И я полагаю, что она, безусловно, имеет на это право. Но теперь осталось только понять, почему вы не можете ее так воспринимать. Ну, ссоры, угрозы и так далее. Напомнилось, что одной легче, что останемся друзьями и зла на меня не держит. Ну, то есть, человек старается как-то так, насколько это можно, адекватно с вами разойтись, да, то есть, расстаться. Ну, это, как бы, поведение похвально, с ее стороны, да. Вот. Давайте подумаем. Вы говорите. Дайте совет. То есть, помогите советам. Могу помочь советам в чем? В чем помочь советам? Помочь советам, чтобы что? Знаете, вот совет по поводу чего дать вам? Вы сами чего хотите? Вот вы, лично вы, чего хотите для, например, себя в этой ситуации для начала? Что хотите для жены, для своей? Как насчет ребенка, который все это видит, чувствует и о котором вы, между прочим, не думали, когда говорили жене, чтобы она с вами разводилась? То есть, вы, видимо, настолько были уверены в том, что она не разведется с вами, вот, что, значит, что даже вот так, себя стали вести, игнорируя при этом ребенка и то, что ребенку может быть тяжело, и то, что ребенок может быть переживает, и то, что его психика очень сильно деформирует ваши ссоры. Вот. То есть, на мой взгляд, здесь надо определить, чего вы хотите. Вы сами. Сами. Вот. Понимаете? Вот как это видится мне, по крайней мере. То есть, обязательно нужно вот эти аспекты определить, что вам хочется. И уже исходя из того, чего хочется вам, можно будет давать какие-то советы. Вот. Потому что пока, пока это только ситуация, причем ситуация явно не полная, явно не вся. Вот. И я полагаю, что для начала, для начала нужно вам побыть какое-то время одному. Это вот самый такой оптимальный вариант, помыть одному сначала, и постараться подумать, значит, что не так с вами. Какие проблемы вы, может быть, испытываете, какие трудности, может быть, у вас есть. Понимаете? Ну вот. То есть, необходимо вот на эти аспекты обратить внимание. И тогда вы сможете спросить себя, а это я вообще? Это я все делаю? Это мой путь? Или нет? Нет. И если ответ будет отрицательным, если это не вы, посмотрите на себя со стороны. Кто вы? Как ведете себя? Что делаете? Знаете? Вот. Если это не вы, то, соответственно, можно будет с этим уже работать. Можно будет это менять. Но, если это не вы. А если вы, например, скажете, да нет, это я, я хочу таким быть, это я, то в таком случае, опять же, если вы любите свою жену, да, то пусть она разводится с вами. Потому что такой вы, ее не устраивает. Не потому что вы плохой. Не надо думать, что вы плохой. А просто потому что такой, как вы, ей не подходит, человек. То, что вы в браке, там, 13 лет, да, это совсем не означает, что она должна терпеть ваши изменения, если оно ей, ну, не нравится, например. Или вы считаете, что она должна терпеть. Вот, на мой взгляд, это тоже очень важный аспект, который вам необходимо для себя определить. То есть, если вы хотите меняться, да, то будете вы меняться для себя. Или вы будете делать это только для своей жены, соответственно. И первое, то есть, если вы будете меняться для себя. Первое, как раз таки, увенчается успехом. Каким бы, каким бы он ни был. А второе, к сожалению, ну вот второе, к сожалению, увенчается неудачей. То есть, то есть, простите, наверное, запутался. Если, если вы будете меняться для себя, да, вот, то все получится. То есть, если вы будете меняться для себя, да, то вы сможете это сделать. Это не так, это не так сложно, если вы захотите сами измениться. Если же вы будете меняться для других, например, для своей жены. То, соответственно, вы будете зависеть от этого человека в своих изменениях. И, к сожалению, в этом случае мало что получится у вас. Понимаете? Какая история. И вот здесь уже, на мой взгляд, решать вам. И только вам. Будете ли вы меняться для себя. И предоставить жене, как бы, выбор. Что вот, она может принять вас в таки или нет. Либо вы оставите все, как есть. То есть, совет, совет вам примерно можно дать вот такой. Я отдаю себе отсчет в том, что, возможно, это не совсем то, чего вы хотели бы. Я отдаю себе отсчет в том, что, может быть, это совсем не то, чего вы хотели бы. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Именно это будет самым правильным. Правильным. Вот. Опять же, опять же. Опять же, если вы именно хотите поменяться. Если вы действительно хотите сохранить семью Алексея. Если для вас это важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Хорош"? Г enc. Субтитры сделал DimaTorzok